Привет, ребятки! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакш Сиев Дмитрий. Мы с вами продолжаем проходить карьеру игре ФА-15 за Торпедо Москва. У нас все складывается более чем хорошо. В российской премьер-лиге мы идем, конечно, не в верхах, но и не в низах. На седьмом месте после шести игр у нас 10 очков. Что, в принципе, неплохо, учитывая, что, допустим, до первого места, до ЦСКА, нас отделяет всего лишь 6 очков. Всего лишь 6 очков. Две победы, считайте. Все очень круто. Матч сейчас с Уфой будет и сыграет второй состав с этой самой Уфой. Вот, чтобы основа отдохнула. А вот уже на следующий матч выйдет основа. Давайте смотреть вместо Живнова. Опять же, выйдет Йоранин. Дальше. Стеванович. Лунгу. Рал-Т. Блин, а я не помню Рал-Т. Я вот не могу запомнить своих левых полузащитников. Кто должен стоять, а кто нет. Серьезно, прям вот не могу и все. Кто в атаке у меня стоит, кто нет. Вот как это сделать? Как мне запомнить? Акча, по-моему, вот тут. Фу, бля. Вот тут, извиняюсь. Слева у меня, по-моему, ДП. Таракан у меня вот тут стоит. Орал-Т вообще на замене, походу. Кукошка и тараканов. Багаев вот сюда идет. Проверим мы еще такого парня, как Микукис, если что. Цибиков посвежее Камбарова. Но Камбаров нам нужен для штрафных. А этого, наверное, вот так. Франич, кстати, теряет. По-моему, у него было 70. Сейчас у него 69. Так, и Кулешов. Вот так вот. Хорошо, что показали Кулешова. У него прямо в Лиге Европы в прошлом матче у него прямо даже игра задалась. Неплохо он поиграл, как мне кажется. Так, все, вся основа, весь второй состав у нас. Задействован матчем с Уфой. Ну-ка. Штанга. Отлично, нормально. Хороший показатель. Итак. Мощный прессинг. Командный прессинг. Защита. Какой-то я говорил, что играем от атаки. Хорошо. ДП в отборе хорошо сыграл. Потом пас отдал. Нормальный передача. Савичева уже не нехти какая была, конечно. Хорошо. Прям отлично. Приемчик нехти. Ну, что мне еще? После таких передач хороших у них еще и прием должен быть отличный. Не, нифига. А вот смотрите, у основного состава наоборот проблемы в передачах. Пасы у них говно, а прием неплохой. Да? Ну, зачастую неплохой. Получше. Вот это вот бревнокаменное изваяние. Отлично. И смотрите-ка. В одно касание. Какой пас на Акчу? Какой? Никакой. Акча. А вот это вот... Чего стоит? И травма. Супер. Кто? Кто из вас, ребята? ДП. Ох, жалко. Но... По крайней мере, у нас есть замены. Уже хорошо. Как травмировался. Ой, блин. Головой в газон. Все. Перелопатило ему нафиг. По правилам фейерплей нам дают мяч. Возвращают. Так как именно мы им владели. Ну и мы продолжаем свои попытки, свои потуги. Нарушение правил было. Да, судья, я заметил. Хорошо. Хорошо. Драконов. Ай, не прошла. Ай, не прошла. Багаев. Переводик. Канон. Ралте. Отлично. Багаев. А вот ударить после навеса ни у кого не получилось. К сожалению, потому что не вышло выиграть борьбу за воздух. Мяч у Уфы. Степанец на правом фланге. Неплохо разобрался. А вот его коллега уже умудрился потерять мяч. Правда, быстренько вернули они его. Ну и почему не крыли? Не знаю. Траканов хоть и отобрал мяч, воспользовавшись ошибкой. Така Фуми Акахоши потерял его. 30-летний. Походу, да? Раз его показали. Но с наружением правил Траканов отобрал. Мяч у Йоранина. Отличную распасовку показывает Динамо. Фу, какой Динамо, господи. Динамо, может, и показывает отличную распасовку. Я имел в виду торпеда, конечно же. Но вот очередная. Точнее, как очередная? Единственная ошибка, да, от Стивановича. И то не ошибка, там хорошо его накрыли, его пас. И потеря сразу же. А до этого пасы бы просто на заглядение были. И в одно касание. Чего не хватает? Основе прям... Боже мой, Йоранин. Просто заговоренный какой-то. Сколько раз ему могли забить вот так вот, выпрыгивая? Уже который раз мы видим, да? Вот эти вот очевидные прыжки после навесов. Йоранин стоит такой и смеется. Потому что не получается. Не получается забить. Реально, как заговоренный. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки получилось у этого крайнего защитника выбежать. И даже подать. Но вот защитника обыграть в воздухе у него уже не вышло. Ну, потому что не он выпрыгивал. Если бы защитник прыгал, то, наверное, у него все получилось. Но прыгал как раз-таки его оппонент, его партнер по команде. А вот он уже не сдюжил. Можно так сказать. Отлично. Кокошка. Акча. Верхом на синхо. И довольно неплохое решение, как по мне. Но накрывали Лунгу. Зачем я все-таки сделал эту передачу? Не знаю. Его накрывали. Это видно было. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Друг другу помешали. Лунгу помешал Багаеву хороший отбор сделать. Стиванович с нарушением правил, как по мне. Но судья так не считает. Хорошо. Савичев. На нем даже нарушили. Багаев возьмет мяч. Да, взял. И нарушил. Ой, навесил. Господи, что с моим языком? Какой осайд. Там после приема мяча уже была борьба. Ты чё? Вот здесь вот не было... Ну, вот здесь, конечно, было. Но там после приема мяча, после перехвата уже была борьба. Какой осайд. Веремко. Стиванович опять не издюжил момент. Стареет парень. Помните его голы в самом начале карьеры нашей? Потрясающие выстрелы. Сдалека. Ой-ёй-ёй-ёй. Йоронин. Опять хорош. Синг. О, отлично. Синг. Ой-ёй-ёй. Какой подкат. Во-первых, очень грубый. Но, во-вторых, к сожалению, для нас, наверное, очень правильный. Очень... Очень своевременный. И главное, без нарушения правил. Прямо в мяч. Что ты будешь делать-то? Тараканов, браво. Что такое? Еще одна травма. Ёперный театр. Что такое-то? Все в травме просто улетают. На сей раз. Кан. Травмируется. А у нас нету Франича. И Моралей я не взял с собой. Надо было хотя бы вместо кого-нибудь из них брать. Ладно. Наверное, Камбарова возьму. Раз уж такое дело. Потому что Багаеву придется... Тоже заменять. Судя по... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Судя по его шкале выносливости. Рикошет, смотрите-ка, отбил. Кирилл Камбаров с мячом. Полетел вперед. Останавливается. Какая сильная передача. И прям вот... Ну вот незачем так сильно было давать. Абсолютно. Да ладно. Считается, я что оттолкнул с нарушением правил. Дороканов своего. Соперника. Маркиньо подает в абсолютно не для колонны. Никто не смог из его товарищей по команде забежать за защитников должным образом. Так, чтобы успеть на этот мяч. Камбаров. Перевод на Багаева. Неточная передача. Но Лунгу на отскоке первый. Хорош. Вообще не получилось побороться сейчас. Маркиньо. Ралта бежит. Накрывать не вышла. Ой-ой-ой. Камбаров здесь потерял позицию. Хорошая передача. Отличная. Я бы сказал на Акчу. За спину всем защитникам. Акчу при... Ай, господи. Обрабатывает мяч. И бьет с левой ноги. Но... Мимо ворот. Да, это не форвард. Его ударов в створ не ждите. Прям часто. Но один гол он же забивал. Веремко. Будет выдавать мяч. Просто выносить подальше. От ворот ближе к центру. Так оно и есть. И на этом выносе первый тайм и заканчивается. У нас 0-0. Две травмы, блин, за мать. Две. Что такое-то? Две замены. Просто не по ситуации. Не моих. У меня просто двух замен лишили. И двух игроков. Хрен знает на сколько. Кирилл Камбаров взял мяч. Это нарушение правил. Как бы еще Кирилла не травмировали. Желтая карточка. Кирилл пытался на дриплинге проскочить. Азамат Засеев нарушил. С Тывановичу мяча. Но я бы попросил именно Камбарова подойти. Кирилл. Что такое с твоими ударами, дружище? Я же помню, как ты плал с таких вот прям вот мест. Что случилось? Сейчас мимо. 49-я минута. 49-я минута. Веремко. 5 подачи. Нет. Играет на ближнюю. Аликин. Степанец. Ой-ой-ой. Как красиво. И как красиво Синку вбегал, убирал, а не доубирался. Очень долго он, конечно, обрабатывал. Но одного защитника убрать у него получилось в итоге. Хорош. Мяч далеко отпустил очень Чесамбалунгу на этом дриблинге. Но смотрите, он вернулся. И в итоге... И в итоге круглый для торпеда. Отличная передача на Савичева. И все равно мяч у него Савичев пробил. Прямо в защитника. Видимо, ошалел он, когда увидел, что мяч к нему летит. Очень ошалел. И не знал, что делать. Передача на Савича опять же была выполнена. Бесит, что есть вот это тут невидимое кольцо вокруг проторя, Которое нельзя заходить. Маркини уходит. С поля Камбаров на Акчу. Не прошел. Не прошел. Но футболисты Уфы были напуганы как-то этим моментом. И в итоге сыграли в аут. Хорошо, Акча! Ралте! Ралте! Ну что ж такое? Ты же убрал. Абсолютно всех убрал. Куда эта передача была? Он так испугался подката, что ли? Я не понял. Это было нарушение правил. Просто снесли сейчас футболиста Уфы. Ралте, конечно, да, расстраивает. Единственный футболист из приобретенных, который прям вот, вот прям вот, который расстраивает. У нас одна замена. Я не знаю, либо Мулина выпускать, либо Кулешова. Я, наверное, Мулин выпущу вместо Акчи. И поменяю Мулина на Синха. Вот так вот. Даже, даже нет. Нет, даже не вместо Акчи. Вместо Ралте. Да, Акчи устал. Но он получше был, чем Ралте. Ралте хоть выходил тоже на замену, но извини меня, дружище. Ты сегодня не с нами. Хорош! И Синг. Мулин с мячом. Камиль. Улепетывает от всех. Камиль. Не трогайте его сейчас. Не трогайте. Замах. Убрал. Ну, ваш же мяч должен был быть. Но, товарищи футболисты из торпеда. Вы же, блин, должны были быть сейчас первыми на мяче. Что же вы творите-то? Кого ты крыл? Багаев куда ты убегал? С позиции. Чтобы потом вот так вот нарушать. Ой, сейчас, мне кажется, ошибки приведут нас. Хорошо. Мулин. И один Синг. Но здесь надо решать. Что он не делает? Что Синг не делает? Он пытался сейчас сыграть на Мулина. У него это не вышло. Потому что... Потому что... Судья. Чисамбу-Лунгу. Вот это выстрел. И это 1-0. Нет, Савичев. Пустые ворота не забивает. Он выпрыгивает выше. Капитана Уфы. Выпрыгивает выше. Выигрывает борьбу. И бьет мимо ворот. Да что ж за невезение-то такое, а? Что ж за невезение? Веремко. Или Веремко. Веремко, наверное, все-таки. Надо было сближаться немножко. Раньше. Багаев хорошо держится, да? Хоть и устает. Хорошо держится. Но так его не изменяли. Хорошо. Мулин. Мулин. Ну просто красавчик. Камиль. 1-0. Бок. Да, это читерный проход. Многие скажут. Ну пойдите, вот так вот сделайте. Да, замах. Вот здесь вот пробейте так аккуратненько в уголок. У него получилось. Вышел и забил. Четвертый свой гол в Russian League. Камиль Мулин. Камиль Мулин. Синк ему не смог помочь. Он сам себе помог. Хотя я все это время, когда пробегал вот этим вот читерным образом, да? Читерным почему? Потому что типа на скорости. Свежий игрок. Вот это перехват. Отлично. Лунгу. Ну и да. Сейчас сам Мулин виноват, потому что забегал не туда. Вот как раз таки Лунгу был прав, отдавая передачу. Мулин. 2-0. Расклеились. Полностью расклеились. Такие дырки. Пас какой, а. Во вратаре прям ударил Мулин. Но тут видимо не ожидал. Да, прямо в него. Прямо от его руки. Какой пас пяточкой. Камиль Мулин. Красавчик. Вот сейчас Синг помог. Начинается вот эта вот проблема слабых команд. Там ошибка была. Нарушение правил. Точнее. У меня сейчас заморгало в этом каком, в глазах. Хорошо, Савичев. Хорошо. Хорошо, да не очень. Не до конца. 88-я минута. Главное, больше никто. Не травмируйтесь, ребята. Главное, больше никто. Для этого не обязательно ускоряться. Точнее, лучше не ускоряться. Но вот у Синха момент. Если бы чуть-чуть раньше я бы отпустил склейку с мячом и зажал эту ЛТ долбанную. Начал смещаться вниз сам, самостоятельно. То, может быть, у меня бы получилось пенальти. Нет? Нет, штрафной. То, может быть, у меня бы получилось взять мяч. То есть, сместиться на него и взять его. Будет очень опасный штрафной. Очень опасный. Наверное, возьму управление за... Вратаря и... Ну, в принципе, я бы брал, наверное, мяч. Нет, я бы его не взял. Да, вот здесь бы он залетел. О, вратарюн. Что за передача? Камбара в дружище. Ой, красавчик. Тестируем, да? Нашего господина. Нашего господина Йоронина. Удар стоялся в створ причем, по-моему, да? Но он был случайным, я боролся. 2-0. Герой зречи Камиль Мулин вышел, помог второму составу. Первый гол вымученный, конечно. Три удара, блин, какая скучная игра получается. 50 на 50. Четыре удара всего лишь. За всю игру. Лучшая игра, конечно, Камиль Мулин. Голевые передачи у Савичева и у Синха. Ну, первая голевая передача у Савичева, это так себе. То есть, отдал Мулину в центре. Мулин с центра прошел на левый фланг, потом отвел всех там. Сместился в центр и забил. То есть, заслуги Савичева тут нет. А вот Синха, передача, пяточка, да, хороша. Там, конечно, тоже виноват голкипер. Ладно, три очка есть три очка. Два очка, хотел сказать. Да, было бы забавно, если бы команды забирали столько, сколько забьют. Некоторые игроки отправляются в сборную. Мне предлагают Боливию тренировать. Я Россию отклонил и эту отклонил. Да, ДП на девять дней. А вот Кан на четыре недели. На четыре недели. Кстати, кто у нас? Александр Кан из Болгарии. Хисе Йорнин из Финляндии. Алекандр Морозо из Венесуэлы. Лалринди Каралте из Индии. И Бадван Синг тоже из Индии. Ну, в принципе, пять футболистов в сборной есть. Странно, что Мулина не позвали в сборную. У Губира. Очень странно. Матч с Кубаней у нас намечается. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. А еще следующего матча. Я в хорошей форме прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня в скамейке на следующую игру. Привет, шеф. Хотел погладить за то, что вы восстановили меня в команде. Получать регулярную игровую практику очень важно для меня. Не за что. Журналисты ждут комменты. Это очень важно, кстати. Так. В прессе. Торпеда Москва. Похвалим команду. Молодцы. Давайте играть. Так. Справить самостоятельно и сохранить изменения. Они говорят о Акче, который травмирован. Точнее, о Кане. Моролею выпустим. И, кстати, Акчу нужно именно вот сюда поставить. А не Ралте. Акча идет, смотрите, на вырост. Надо этим пользоваться. Надо этим пользоваться. Моролея на вырост идет. Кошка вниз пошел. Тараканов почему-то вниз пошел. Почему? Ну, казалось бы. Косалпов 59. Почему? 60 же был. Что такое? Типа все? Старичок вниз уходит. Здесь 29, здесь 30, здесь 25 новосельцев. У нас больше никого. Микуки столько? Нет, 33 вообще. Да, нужны защитники. Нужны защитники. Так, что я делаю? Мне понравилось, как Багаев себя показывал. 31 год. Блин, его смысла нет. Надо, чтобы Цибиков рос. А он, блин, не растет ни хера. Можем сделать вот так. И вот так. Цибиков на замене, норм. Франч справа. Первый раз, конечно. Даже, наверное, сделаем вот так. А капитаном Живнова сделаем сейчас. Косалапов уйдет вот сюда, да. В замену. Акча, Савичев и Синг. Это, внимание, я сейчас основной состав делаю. Именно такие. Комбаров на свое место уходят. Лунгу устанавливаем в основе. Цибиков ушел в запас. Потому что он, значит, очень много ошибается. Франч на месте. Моролея. Так как он хороший центральный именно. 16 лет, 56 у него. А этого дядьки. Где он? Вот, нет. Вот, нет. Где ты? Вот. 30 лет и что-то вниз ушел. Конечно, Косалапов меня радует. Но он так же радует, как Моролея. Вот здесь Новосельцев молодой, 25. И Моролея 16 лет. Он, конечно, заявлен как ЛЗ. Но, блин, в центре он очень крут. Так что вот так сыграем. Хотя, может, надо вот так вот делать. Потому что Новосельцев привык слева играть. А Моролея... А Моролея еще похер. Еще. Я надеюсь, он будет норм там стоять. Так. При этом нужно капитаном Живного назначать. Не выпендриваться. Камбаров-камбаров. Дальний штрафной тоже. Нет. Фримпонг. Мулин. Вера-Вера. Ну, здесь вот, кстати, можно... Длинный па-68. Можно Морозу ставить. А здесь... А здесь Вера. Задачу до конца я сделаю так, чтобы Азмон сбегал. Присанговал защиту. И сбегал за защитников. А у Мулина что тут есть? Снайпер забежает за соперника и запросит точную передачу. Сбалансированная, сбалансированная. Вот так. Все, красавчики. При навесах совершать рывки в штрафную площадь. Нет. На границе штрафной. Фримпонг. Оставаться сзади при атаке. Скрывать соперников. Оставаться сзади. Будешь почищать. Хоть ты хорош в атаке, но будешь почищать. Хотите сохранить несенный стартовый состав? Да, хочу. Все. Я напомню, это изменение для стартового состава. Полноценные изменения стартового состава. Теперь игра на Кубань. Так, кстати, надо посмотреть на календарь. Не появился там матч в кубке. Нет, через 4 матча будет игра Лиги. Поэтому мы сейчас сыграем основой. Потом взамен сыграет второй состав Лиги. Уже сыграет против вот этого клуба. Второй состав. Внимание, основа продолжит играть истериком. Да, я думаю, что второго состава на тот клуб хватит. Хотя, мне кажется, для болельщиков того клуба Торпеда и все его футболисты тоже те еще. Те еще звезды известные. Ага, гостевая, конечно же. Так, ну что, погнали тогда. Мороз что-то подустал. Надо было, наверное, выпускать Акчу. Ну, выпустим как раз. Быстрее. Быстрее устанет, значит. Потому что он как раз... Он как раз с малым количеством выносливости у нас. Отвратительная передача на Морозу. И вот с нее мы начинаем. Как я и говорил, основа наша, ну просто, ну просто отвратно играет в пас. Учиться ему учиться. Второго состава. Второго, точнее. Который, которые такие комбинации разыгрывают. На передачах заглядение. Причем на пасах в одно касание. Какая-то Англия играет. Пока дело не доходит до приемов. Смотрите, как Камбаров смело пошел в атаку. Забыл, наверное, что он последний защитник. Ну, кстати, смотрите, он все-таки справился с обороной. Отличная игра Азмуна. Вера. Вновь Морозу. А, нет. Да. Вновь Морозу хотел сказать. Вновь. Когда произнес я слово вновь, я имел в виду Азмун, но там Морозу был. Поэтому получилось. Вновь Морозу. При том, что Морозу-то мяча не касался. Франич. Вера. По передаче на Азмун, он тут забегать за спину начал. Как ему, собственно, и приказано сделать. Делать, точнее. Вот еще одно забегание. И по сверху мяч в руках Памазана. Футболист, который был когда-то третьим, по-моему, четвертым дожигалки первым в ЦСКА. По-моему, когда Габулов еще числился резервистом. Памазан был реально, по-моему, третьим. Фримпонг. Не прошел сейчас у Гувейера. А Франич пошел пить. Вот что делает Франич сейчас? Куда он пошел? Отлично. Моролея. Браво. Не было нарушения правил. Ой, Мулин попросил передачу. Получает ее сейчас. Камиль на обводки не вышла. И нарушил правила. Причем заработал желтую карточку, мне кажется. Потому что, ну, такое нарушение должно быть наказано. Да, желтая карточка Камиль Мулина. Моролея. Заметьте, как хорошо сыграл. Новосельцев там даже немножко подпожарил. Амаролея. Ну, браво. Мулин уронил футболиста. С мячом. Идет Кубань в атаку. О, какая техника на приеме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От углового спасли. Но надо было. Ли. И еще один сейт. Потрясающе. Жифнов распрыгался, а у нас травма. Что ж такое-то? Почему на травму ты так поперла? Фримпонга убили. А у нас некого ставить. Стыванович в резерве. Господа хорошие. Стыванович в резерве. И от Савича уиграть. ЦПшника. Вот это да. Вот это да. Что не ожидал, того не ожидал. Тогда будем играть от атаки. Закрутил, завертел сейчас. Мяч Аждмун. На него, кстати, сейчас последовала передача от Моралея. Но не точная. Но опять же, как хорошо он сыграл в отборе. Нам нужны центральные защитники. И нам нужен левый защитник. Наверное, передача хорошо он там обработал мяч. Но против него отлично сыграли в подкате, в отборе. Отлично. Почему? Потому что он вроде как убирал мяч. От ноги соперника. Но убрать не успел. Франич. Редкая игра. Корпусом. От этого господина Вера. Бегает вперед. Нифига себе. Мы и так умеем. Лунгу. К сожалению, Камиль Мулин задержал сейчас мяч. Морозово. Передача на Савичева. И корпусом его оттесняют. И уже контратака. Которая немножко через задний пас проходит. Правый фланг. Кубань. Летит вперед. Быстрый контратак не получил. Смотрите, Моралея опять как качественно играет. Я не устану это говорить. Не устану на это акцентировать. Морозово. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Может быть удар и получился бы, но попал он в защитника. Опа! Даже так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. И прямо на ноги тому же защитничку, который впервые вытащил мяч из ворот пустых. И Морозу еще одна попытка сдалека. Но нет. В этот раз уже просто мимо. Да, два раза сейчас защитник из пустых ворот мяч достал. Два раза. 44-я минута. Первый такой наш момент. Мне одному кажется, что у нас второй состав гораздо круче играет, чем первый. Ну и как-то понимать. Мы там лежим. Франич воду пьет, частенько уходит. Не знаю, чипсы есть. В центре лежат. И прошла передача от Мороза. Кстати, уже устал. Хорошо. Поменяем его, значит. Что это за пас? Не знаю. А вот передача на Лунгу удалась. Удалась. Правда, уже сам Часамба... Потерял мяч. Хорошо. Моролео. Да, Люда. Моролео сегодня в ударе. Если бы он сейчас еще и забил. Ох, как было бы хорошо. 0-0. Первый тайм заканчивается. Лучший игрок пока что Моролео. Именно по яркости, да? Мы очередного футболиста своего потеряли. Что же творится-то такое? Я не знаю. Так, Мороза мы сразу меняем. На Акчу. И это наша вторая замена. Погнали. Второй тайм. Показал свой характер сейчас Мулин. В борьбе с корпусом. А вот передача на Акчу у Виера не удалась. Он уже который раз теряет мяч для команды. Серденько так старается. Мулин. Отлично. Ай-яй-яй. Хороший подкат. Он далеко отпустил мяч. Ну и футболист Кубани это заметил. Что же такое? Что же вы еще себя будете убивать что-то? Слунгу Камбарова. Толкнул Камбарова. После этого немножко ошалел и толкнул соперника. Что вы творите? Господа хорошие. Сохранит. Смотрите. Сохраняет Игнатьев мяч в поле. Навес. А вот удар какой-то, ну, так скажем, не очень. Виера. Что с Виера? Что же с ним творится? Когда-то наш лучший бомбардир. Но надо понимать, что он еще и стареет. По всему прочему. Что с ним происходит? Потрясающе. Ну, вот в отборе сейчас показал потрясающую игру. В перехвате. Потрясающе. Потому что пойди вот так вот, да, среагирует. Действительно потрясает. А вот какой дриблинг сейчас был показан. И навес. И удар. И это 1-0 был бы, если бы в створ попадал. Футболист. Но живного. Повезло. Ну, он так был счастлив. Этому везению, что сейчас просто подарил сопернику мяч. Ну, правда, они ответили на нашу щедрость своей щедростью. Акча. Савичев. Потеря. На пустом месте. Куболист, который вообще, в принципе, играть сейчас не должен был. Багаев. Лунго. Да, и сразу видно незащитник, да? Закрутился, завертелся там что-то. А Моролей еще с рукой сыграл. Судья этого не видел. Ахаха, ахаха. Нарушение правил. На Лунго сохранил мяч. А вот здесь вот уже мяч придется отдать. Морально именно отдать. Кубани. Потому что физически они его забрали. И забрали без нарушения правил. Именно поэтому морально он их. Смотрите, какая распасовочка. И вешайте. Да, навес был. Не знаю, почему сейчас ушел Франч. Но мы что-то как-то зачастили вот так вот отдавать мячи в своей штрафной. Лунго Камбарова. Ты же последний защитник крайний. Зачем ты финтишься? Иногда он забывает, что он не полузащ больше. Что же вы творите? Ребята, что же вы творите? Судья, как нас прощает Кубаня. Как она нас прощает. Вы только посмотрите. Шабалала. Вот опять они с мячом. И большинство из них у нас на нашей половине поля. Ну, а Сельцев подстраховал Франча, который ну просто уже никакущий. Реально вот просто. Давай, может, ты передачу отдашь хорошую. Вперед, туда. Даже пас отдал вот такой за спину защитникам такой, что мяч приклеился автоматически на Угу Вера. То есть слабенько был послан. Попов. Был отобран мяч Чесамбу-Лунгу. Давайте смотреть, что мы можем сделать для нашей команды. Форварды можем выпустить. Цибикова можем выпустить. Давайте Цибикова вместо Франча. Блин, Моролея устал. Но он заслуживает того, чтобы отыграть до конца этот матч. Можно было, наверное, Моролея. Блин, да, надо было так и сделать. Моролею надо было поставить налево. А в центр какой-нибудь центрального защитника просто. Да куда ж ты, ты ж, ты ж, блин, ты ж капитан команды. Ты ж должен понимать, что такие ошибки, ну, не прощаются. В Русской Премьер-Лиге, конечно, таких раз 20 ошибок прощаться может. Но, блин, если мы на них будем взращивать себя, то в какую Европу нам ехать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без нарушения правил, все четко. Какой пас точный, а? Вот это Галкипер выдал. Вот это да. В ноги. Через полполя. Низом. Вот это да. Азмун на Вера. Вера, финт. Еще один финт. Угон. Нет. Не прошел. И все было в пределах правил. Жочень наших футболистов много. Точнее, их футболистов много на нашей половине поля. Втроем против одного они бежали и просрали момент. Часам Булунга травмировал. Но у нас уже некому заменять. Да. Если это будет ничья, то, возможно, даже заслуженная. На фарте. Точнее, поражение, господи, если будет, то это будет заслуженная. Потому что... Потому что что-то как-то давит. Что-то как-то не очень хорошо нам. Естественно, из-за того, что замен больше нет, травмированный футболист восстанавливается. Да, отратительные передачи к Кубани. Делает свое дело. Ну а браво, новосельцев сейчас. Или кто это? Блин, Моролея, кто это сделал? Не знаю. Спас от возможного гола в финале. Лучшим игроком встречи признан Армаз, центральный защитник Кубани. Еще более скучнейшая игра. Без единого гола, в принципе. Ничья. Да, интересненько. Ну и что? Следующая. Так, у меня Ракча последняя игра. Что? Оксана Аркан, полное выздоровление. На 4 дня МНЛ Фримпонг травмировался. Действительно ценю то, что вы прислушались ко мне и даете играть. Фримпонг еще травмирован. Еще играть не может, поэтому вот так вот сделаем. Да, и матч с Хельсинбургом. Блин, но эта серия какая-то жуткая, скучная получается. Поэтому я, наверное, все-таки сыграю в этой серии. Хотя нет, надо придерживаться. Надо придерживаться. Надо придерживаться правилам собственным. И европейские матчи показывать отдельно. Уж извините. Да, скучная, но, блин, боевая серия получается. 1-1 еле-еле, да, вымученная. 1-1 еле-еле, вымученная 0-0. Возвращаемся к ничьим торпедам. Так что ли, не знаю. Узнаем в следующих сериях. А пока что спасибо за просмотр. И всем пока, ребят. Удачи. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.